На этих кадрах Питбуль рычит на своего хозяина. Думаю, вы бы не хотели оказаться в подобной ситуации. К сожалению, по незнанию люди часто допускают большие ошибки в воспитании собак. И это приводит к тому, что их любимцы занимают доминирующую позицию, становятся лидерами. Такие истории обычно очень плохо заканчиваются. В этом видео я расскажу вам, что нужно делать, чтобы с вашим псом такого никогда не произошло. Для начала нужно прояснить один важный момент и развеять заблуждения, которые свойственны неопытным собаководам. Многим кажется, что способность к доминированию собак заложена в генах и зависит от породы. Но это вовсе не так. Собаки – социальные существа. Даже если взять стаю бродячих собак, можно увидеть, что у них присутствует четкая иерархия, где каждый член стаи следует определенным правилам поведения. Вожак стаи – это альфа-пес. Другими словами, главный пес – босс стаи. Он всегда получает все лучшее и везде следует первым. Все остальные собаки в стае – омега-псы. Они должны уважать желание вожака и подчиняться ему. Любой, кто захочет занять место альфы, тут же будет физически наказан. Таким образом, главный пес напоминает собаке, где ее место. Как вы наверняка уже поняли, в пределах одной породы есть как альфа, так и омега-псы. Место вожака занимает самая сильная собака. Но что происходит, когда собака попадает в семью? Многие породы гораздо сильнее человека. Значит ли это, что они станут лидерами в доме? Семью хозяев собака воспринимает как собственную стаю и вести себя будет по правилам стаи. Но очень важно, чтобы эти правила установили вы, иначе пес быстро займет позицию лидера, и всей семье придется жить по его правилам. Но по собачьим правилам люди жить не соглашаются. Поэтому собачье лидерство обычно оборачивается против них самих. Именно альфа-псов чаще всего бросают, а иногда даже усыпляют, так как не могут справиться с их буйным нравом. Это очень грустно, особенно если учесть тот факт, что ни один пес не является альфой от природы. Собаки занимают лидирующую позицию только в том случае, если им позволяют это сделать. Вы уже поняли, что в стае альфы становится самый сильный пес. Но это вовсе не значит, что если ваш пес сильнее вас, он обязательно станет лидером. Сила человека в интеллекте. Пес должен увидеть и почувствовать ваше превосходство. Смотрите видео до конца, и вы узнаете, как этого достигнуть, и каких ошибок ни в коем случае нельзя допускать, чтобы ваш пес не стал альфой. Пес будет подчиняться только тогда, когда поймет, что вы сильнее его. Но это вовсе не значит, что нужно применять физические наказания. Даже наоборот, избивать собак категорически не рекомендуется. Почувствовав физическую силу, пес действительно признает в своем хозяине вожака. Но собака, которую избивают, это злая и запуганная собака. Такие псы становятся агрессивными и запросто могут кого-то покусать, даже если самого хозяина ни за что не тронут. Для того, чтобы воспитать спокойного и послушного пса со здоровой психикой, нужно применять другие меры. Для того, чтобы пес понял, что вы сильнее его, совсем не нужно причинять ему боль. Сильным собака будет считать того, кто имеет над ней власть. Поэтому в процессе воспитания псов любых пород используются поводки и вольеры. За проступок собаку можно на некоторое время лишить свободы, закрыв клетки. Пес быстро понимает, что вы, а не он, решает, когда закрыть клетку, а когда ее открыть. Это лучшая демонстрация силы. Именно так можно добиться беспрекословного подчинения. Когда вы гуляете с собакой, удерживая ее на поводке, она также понимает, что вы имеете над ней власть. Бывает так, что животное слушается только кого-то одного из членов семьи, а других игнорирует или чего доброго, еще и рычит на них. Чтобы такого не произошло, нужно, чтобы другие члены семьи тоже время от времени удерживали пса на поводке или закрывали и открывали вольер. При этом очень важно, чтобы пес видел, кто именно лишает его свободы или освобождает. В противном случае животное не поймет, в чем заключается превосходство других членов семьи и примет их за равных себе членов стаи, на которых не грех огрызнуться, а в случае чего. Бездомные псы вынуждены целыми днями бродить по улице, добывая себе еду. Когда они наконец ее находят, лучшие куски достаются альфа-псу. Все другие собаки в стае едят только тогда, когда им разрешит вожак. В семье, когда и что будет есть пес, полностью зависит от человека. Это уже возводит хозяина в ранг альфы. Вы наверняка и сами знаете, что для того, чтобы добиться расположения пса, его нужно покормить. Все члены семьи, которые кормят собаку, воспринимаются ею как безоговорочные лидеры. Ведь животное понимает, что без этих людей не было бы еды. Здесь, казалось бы, все очень просто, но некоторые хозяева умудряются наломать дров даже при кормлении. К сожалению, иногда желание завести собак у людей сильнее здравого смысла. Некоторые покупают питомца, несмотря на то, что у них нет времени заниматься его воспитанием. Псам приходится сидеть дома, пока и хозяева работают. В ветеринарных магазинах даже можно приобрести специальные автоматизированные кормушки для собак, которые будут насыпать еду порционно во время вашего отсутствия. Но если вы хотите, чтобы пес видел вас хозяина, а не просто соседа по квартире, то использовать такие кормушки категорически не рекомендуется. Если собака получает еду из автомата, она не понимает, какое отношение к этому имеете вы, а следовательно, не считает нужным вас слушаться. По той же причине нельзя просто оставлять корм в доступном для собаки месте. Ваш питомец будет считать, что сам добыл себе еду, а вы здесь ни при чем. Пес должен четко понимать, кто его кормит. Многие хозяева, когда возвращаются с работы и видят голодные глаза своего любимца, первым делом спешат наполнить его миску и только затем садятся есть сами. С нашей точки зрения вполне логично проявить заботу о брате нашим меньшим, а потом уже со спокойной совестью ужинать. Но собаки воспринимают это по-другому. В стае всегда первым ест альфа-пес, и только потом все остальные члены группы. Поэтому если пес будет есть первым, он решит, что главный в доме именно он, а вы что-то сродни обслуживающего персонала и находитесь рядом именно для того, чтобы удовлетворять его потребности по первому требованию. Но все же есть способ, как заставить пса чувствовать ваше превосходство, даже если он будет есть раньше вас. Нужно приучить его есть исключительно по вашей команде и заставить немного подождать. После того, как еда оказывается в миске, нужно выждать пару секунд и лишь затем дать команду. Если собака начнет есть раньше, накажите ее, оставив голодной на долгий промежуток времени. Еще одна большая ошибка, которую совершают хозяева – разрешать собаке спать с вами в одной кровати. Некоторые настолько любят своих питомцев, что не просто пускают их в свою постель, но и разрешают им занять лучшее место посередине, а сами ютятся сбоку. Это четкий сигнал псу, что именно он является хозяином в доме, ведь в собачьей стае на самом лучшем месте спит вожак. Так что не удивляйтесь, если ваш четвероногий друг начнет вас воспитывать после того, как займет ваше место в кровати. Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад, так что отдавая своему любимцу все лучшее, вы делаете только хуже не только ему, но и себе. Если вы добровольно сдадите позиции лидера, вернуть их будет совсем непросто. А если ваш питомец относится к крупным и опасным породам, то ошибки воспитания могут привести к катастрофическим последствиям. Смотрите, что эта овчарка сделала с лицом своей хозяйки. Возможно, когда я говорю о альфапсах, вы представляете себе сильную злобную собаку бойцовской породы, которая на всех рычит. И думаете, что эта тема абсолютно не касается вашего добродушного мопса. Но, как мы уже говорили, альфой может стать собакой любой породы. А вот как ее лидерство будет проявляться, это уже будет зависеть от темперамента и врожденных качеств. Альфапес не всегда проявляет агрессию и рычит. Иногда лидерство проявляется в элементарной лени и нежелании выполнять команды. Посмотрите на этих псов, которые в один момент просто отказываются следовать за хозяином и ждут, чтобы он понес их на ручках. Это может показаться милым, но только со стороны. Эти собаки кажутся добродушными и смешными лентяями, но их поведение невозможно контролировать. Словно избалованные дети, они буквально вьют веревки со своих хозяев. Если в этом описании вы узнали своего пса, не тяните, срочно обращайтесь за помощью к специалисту, так как самостоятельно перевоспитать его уже вряд ли удастся. Ну а если в вашем доме только появился маленький щенок, учитесь на чужих ошибках и воспитывайте своего питомца правильно.